Всем привет! Я сейчас собралась поехать помыть машину, потому что после того, как я ее помыла, опять начались пыльные бури, опять начались небольшие дожди, влажность. И сейчас я вам покажу просто, какой становится машина при отсутствии дождей, но при наличии пыльных бурь. Ну это как бы вот так вот выглядит. Смотрите, такое чувство, что машина стояла год. Когда показывают в Эмиратах машины брошенные, да вот ничего они не брошенные. Машина постояла просто месяц, никто на ней не ездил, и пыльные бури были. И вот что с машиной произошло. Кстати, если интересно, сколько стоит у нас мойка? Автомойка у нас стоит 20 дирхам. А та, которая с воском, трифом называется, тройная пена, она стоит 30 дирхам. Ну, нужно разделить на 3,65, чтобы перевести в доллар. По поводу ручной мойки, вот я смотрю, сейчас я вам скажу. 45 и 35 дирхам стоит ручная мойка. Слушайте, приехала на Мадинат Джумейра, здесь машин столько, такое чувство, что куча туристов приехала. Вообще не знаю, сколько людей. Может, все в рестораны пришли, конечно, но очень много машин. Я приехала в комплекс, который называется Мадинат Джумейра. Называют это место еще арабской Венеции. Сейчас я вам объясню, почему. Что это такое вообще? Мадинат Джумейра – это комплекс, роскошный курорт, который состоит из трех отелей. Это отель Аль-Касар, отель Мина-Ал-Салам и отель Аль-Насим. Эти все отели соединены между собой водными каналами, по которым курсируют лодочки в староарабском стиле, которые называются Абра. Длина водных каналов составляет 5 километров, а сами каналы, они символизируют природный залив, который называется Крик. И этот залив находится на территории Дубая. И залив, который делит город на две части – на старую часть города и на новую часть города. Лодочки в староарабском стиле, которые называются Абра, они являются средством передвижения по территории данного курорта. А туристы, которые приезжают сюда прогуляться по территории, пофотографироваться, они могут пользоваться данными лодочками как таким туристическим аттракционом. Я стою как раз рядом с лодочной станцией, со станцией Абра, но лодок сейчас нет. Вода, конечно, в канале немножечко грязная почему-то, но здесь мелко, здесь, наверное, по колено, по пояс максимум. Вода с Персидского залива, конечно же, это не пресная вода, ее специально сюда не закачивает, это вода с Персидского залива. Архитектор отеля Мираж Миль изначально задумывал построить данное место как воплощение староарабского города. Водные каналы символизируют природный залив, который называется Крик. Это залив, который находится на территории Дубая, и это залив, который делят Дубай на две части, на старую часть города и на новую часть города. На территории Крорта растет много финиковых пальм, а финиковое дерево всегда было важным деревом в жизни каждого мусульманина. Финиковая пальма дает финики, а всего лишь четырех фиников достаточно для того, чтобы утолить голод и почувствовать себя сытым. В Мадинаде Джумейра расположено много кафе, ресторанов, куда можно прийти, покушать, хорошо провести время и полюбоваться видами данного места. Кроме того, именно отсюда, с территории Мадинаде Джумейра открывается самый лучший вид на семизвездочный отель Боршавераб, либо, как называют его в народе, отель Парус. Отель называют, конечно же, семизвездочным, хотя официально у отеля всего лишь пять звезд. Откуда пришла история о том, что в отеле семь звезд? Когда еще был построен отель, это был 1999 год, на его территории поселился один известный британский журналист. И этот журналист настолько вдохновился тем уровнем сервиса, который был ему оказан на территории отеля, что, когда вернулся к себе в страну, написал статью, в которой назвал отель семизвездочным. Эта информация распространилась по всему миру. Люди начали перепечатывать эту статью, журналисты начали перепечатывать эту статью. И информация разошлась по всему миру. Хотя, менеджмент отеля не позиционирует отель как семизвездочный и всегда говорит о том, что у отеля всего лишь пять звезд. Конечно, это всего лишь теория о том, откуда могла распространиться информация о том что в отеле 7 звезд но такая теория существует правда или нет конечно же никто не знает в отеле всего лишь 28 этажей и 202 номера это все двухэтажные номера сьют и при этом площадь самого маленького номера составляет 169 квадратных метров а площадь самого большого 700 квадратных 780 квадратных метров на каждый номер закреплено 8 человек обслуживающего персонала и в каждом номере есть свой собственный дворецкий стоимость проживания в отеле самый дешевый номер обойдется в районе тысячи долларов за ночь со сутки а стоимость самого дорогого номер составит 24 тысячи долларов в сутки в отеле есть своя вертолетная площадка круглая конструкция которая находится на отеле а с противоположной стороны не конструкция это ресторан посмотрите на башни которые расположены над зданиями это как вы думаете что это за башни это первый кондиционер который стали использовать здесь на территории арабских эмиратов данная башня называется барджей внутри башни есть брусья раньше на эти брусья вешали мокрую ткань внутри башни располагался резервуар с водой и когда горящий воздух заходил с улицы он проходил через мокрую ткань за счет испарения охлаждался и внутрь помещения заходил уже холодный вот таким образом раньше охлаждали здесь помещение когда еще не было современных кондиционеров все здания на территории курорта мадина джумейра сделаны под цвет песка и воплощают староарабскую архитектуру раньше все здания строили с использованием ракушечника известняк известняка и для перегородок использовали древесину с мангровых деревьев внутри мадина джумейра расположен рынок староарабском стиле на территории которого можно приобрести различные сувениры бижутерия арабские масла национальную одежду и так далее но что касается цен здесь цены конечно же немножечко подороже чем в других местах потому что все-таки туристическое место но для того чтобы полюбоваться посмотреть походить поглазеть это место как подходит как не как нельзя лучше кстати само место сам одина джумейра сделан виде лабиринта это тоже одна из особенностей староарабского стиля когда люди покупатели бродили по улочкам путались несколько раз заходили в одну и ту же лавку и в результате покупали товар понравившийся товар все же на территории марина джумейра есть небольшой амфитеатр он сейчас закрыт не работает но в обычные дни здесь проводятся небольшие концерты проводятся мероприятия а на новый год ставят елку и также здесь проходит рождественская ярмарка номина сегодня все всем пока если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии всем пока пока